После обзорной экскурсии по спортивным объектам Наринмара парламентарии обсудили проблемы спорта в Ненецком округе на совместном заседании. Как выяснилось, самое главное из них – участие в выездных соревнованиях. Основная и самая болезненная проблема, по мнению спортсменов Ненецкого округа – редкие выездные соревнования. Причем жители окружной глубинки жалуются на невозможность выезжать в столицу, а спортсмены из Наринмара – на отсутствие возможности показать свое мастерство в регионах. По мнению же начальника сектора физкультуры и спорта Игоря Шевелева, в округе реализуются несколько спортивных проектов, например, такие как волейбол-школу, межмуниципальная олимпиада. Однако собрать необходимое количество участников из села бывает непросто. Всем школьникам образовательных организаций, в том числе и сельских поселений, предоставляется право приехать и выступить на окружных соревнованиях. Однако, как оказалось, путешествовать хотят не только спортсмены. Обращения с просьбой реализовать различные туристические маршруты для окружных подростков неоднократно поступали в адрес наших депутатов. Ребята хотят выездных экскурсий и в пределах округа, и в масштабах страны. Тем более, что прецеденты были. И по мнению парламентариев, возразить этот опыт и наработать новый совсем не проблема. Ребятам из села предоставлять право по организации их детского туризма в нашем субъекте. Я хочу сказать, что такая практика была. Когда-то между школами, там просто директора так были, Леонид Анатольевна был в курсе, когда ребята из Харьевера приезжали сюда. Их было не так много. На базе четвертой школы они занимались в классах, они посещали спортивные занятия, они питались, мы их там принимали временно. Все это на законном основании можно делать. То есть вот такие попытки детского туризма были. Почему мы не выездные? Такой вопрос представителям департамента задала руководитель конно-спортивного клуба Ирина Саварина. По ее словам, все просьбы в содействии в этом вопросе остаются пока без ответа. Но, как выяснилась, причина в том, что у конников нет в округе своей спортивной федерации. С ее появлением вопрос участия в региональных соревнованиях будет решаться проще, пообещали чиновники. Хотя сказать, что округ совершенно безучастен к судьбе спортсменов нельзя. Недавно клуб получил грант в размере 250 тысяч рублей. На эти деньги решено организовать и провести в Наринмаре первые конные соревнования. Они состоятся этим летом. В целом, несмотря на озвученные проблемы, впечатления у наших соседей об организации спорта и туризма в регионе весьма благостные. Мы, конечно, очень впечатлены. И теперь точно совершенно могу сказать, что когда мы смотрим различные отчеты, когда мы видим, насколько хорошо развивается спорт, государственная молодежная политика в Ненецком автономном округе, это, конечно, абсолютная правда. И очень радостно из-за ваших жителей, что они имеют возможность в таких прекрасных условиях заниматься и спортом. Таким образом, собравшиеся вынесли решение проработать вопрос регулярного участия спортсменов из окружных сел в городских соревнованиях, рассмотреть возможности детских туристических маршрутов в округе и за его пределами. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.